Здравствуйте! Сегодня в эфире программа «У книжной полки» и её ведущая Наталья Казанцева. По словам епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, «Счастлив тот человек, которому в жизни довелось видеться и общаться со святыми людьми, носителями благодати Святого Духа. Эти встречи всегда оставляют в жизни человека неизгладимый след. Иначе и быть не может, так как, встречаясь со святым, человек встречается с Царством Божиим, пришедшим в силе. «Сближайся с праведными», — советует преподобный Исаак Сирин, — «и через них ты приблизишься к Богу». И народ наш всегда искал приближение к Богу через сближение со святыми подвижниками. Такой угодницей Божией была и схемонахиня Феодосия, старица из города Скопин, что под Рязанью. О ней рассказывает книга, вышедшая в издательстве «Очий дом». Она называется «Старица Феодосия Скопинская. Воспоминания самовитцев в двух книгах». Это двухтомное издание является плодом многолетней работы, сбора документов и воспоминаний современников и духовных чад Матушки Феодосии Косоротихиной, которые обращались за помощью и просьбами о молитве тысячи паломников. Подвижнический подвиг Матушки после 14-летнего литургического сна продолжался 43 года. Оставаясь недвижимой, она принимала ежедневно большое количество людей, приезжающих к ней в келью со всей страны. Книга включает в себя воспоминания людей, которые знали Матушку до её чудесного сна, и тех, кто окормлялся у неё после пробуждения. Архимандрит Сергий Карамышев, настоятель Успенского кафедрального собора Астаны, беседовал с Зинаидой Ждановой, составительницей книги о блаженной Матроне Московской, лично знавшей нашу великую покровительницу. Бывало Жданова и у матушки Феодосии. О ней она сказала так. «Это вторая Матрона». Воспоминания, собранные в двух книгах, подтверждают эти слова. Около 90 человек свидетельствуют о великом смирении и любви подвижницы. В книге собрано множество живых свидетельств общения со святой старицей, множество случаев исцеления по её молитвам о душевных и телесных недугах. Но даже несмотря на большой объём книги, это всего лишь малая часть таких свидетельств. Также издание содержит наставления скопинской старицы и её жизнеописание, биографию священной игумена Фёдора Липягова, одного из православных подвижников XX века, к которому в молодости обращалась за духовными советами матушка Феодосия, и который так предсказал ей будущее. «Сейчас ты ничего не знаешь, а потом будешь знать всё». В православном народе сохранилась память об исповеднике, прошедшем сталинские узилища, но конкретной информации не было. Удивительным образом удалось выяснить дату смерти отца Фёдора, по которой сотрудники ЗАГСа установили фамилию батюшки. Издателям фамилия была сообщена в день третьей годовщины представления матушки Феодосии. По фамилии были сделаны запросы в архивы. Так, промыслом Божиим, создавалась эта книга. Как отмечает составитель книги Михаил Евгеньевич Шкатов, она состоит из разноплановых рассказов очень разных людей. В её первой части сохранены подробности из жизни многострадальной русской деревни 1930-50-х годов. Они приводятся потому, что зафиксированных матушкиных рассказов о её жизни в это время почти не сохранилось. Но она жила так же, как повествуют эти люди, и была плотью от плоти той старой русской деревни. По мере собирания рассказов приоткрывался облик великой русской труженицы, православной подвижницы, абсолютно преданной Христу. Во всей её жизни духовное главенствовало над материальным. Господь благословил нас искать Царства Небесного, и Матушка всю жизнь его искала. А посетив горний мир во время своего чудесного многолетнего сна, свидетельствовала до конца жизни о его близости. По словам составителя книги Михаила Евгеньевича, Матушка была человеком русской идеи, которая заключается в том, что небесное важнее земного. Она несла эту ключевую, основополагающую мысль Христового учения среди материалистического угара, в стране, где материальное стало Богом. Господь по её молитвам творил бесчисленные чудеса и исцеления. Но главным чудом было воскрешение веры в заблудших, уведённых со спасительного пути людях. И к ним через Матушку Феодосию приближалось Царство Небесное. Труды Матушки были необычайны. Физически немощный человек принимал ежедневно десятки, а то и сотни людей, вне зависимости от своего состояния. Ради любви к Богу и человеку Матушка пропускала через себя боль каждого обращающегося к ней и о каждом возносила искреннюю, горячую молитву. Болела Матушка постоянно, часто испытывала сильные боли, но приёмы не прекращала. Уже в смертельной болезни она продолжала принимать. Последние посетители были накануне Матушкиной смерти. Как отмечает владыка Феодорит, лично знавший Старицу, «Все, кто общался с Матушкой, вспоминают её чистые, голубые, словно бездонные озёра глаза. Такие тяготы переносила Матушка, такие страдания, но взор её не потух, глаза сохранили живость, молодой блеск». Вообще для своего возраста Матушка выглядела очень молодо. В 90-е годы, когда ей было уже под 80, у неё на лице была чистая, светящаяся кожа, безо всяких морщин. Потом, конечно, и время брало своё, и Матушкины переживания, и бесконечное, до глубины сердца, сопереживание страждущим людям. Но до самого конца её лицо было красивым. Это, наверное, была красота добродетели. О наставлениях Матушки Владыка Феодорит говорит, что они были просты и доступны. Она растворяла их народной мудростью. В простые слова вкладывала много смысла. «Будьте всегда с Господом Богом, живите с миром, чаще молись, чти родителей». Монахов учила постоянной молитве, предостерегала от гордости. По воспоминаниям других очевидцев, Матушка постоянно повторяла, «Ходите в Божий храм, кайтесь и причащайтесь». Матушка учила верить в Бога, жить по Божьему и по воле Божьей, исповедоваться и причащаться чаще. Грехи не держать в себе, раскаиваться и делать добрые дела. Всегда она говорила, «Делайте больше добрых дел». Матушка Феодосия почила в возрасте 90 лет, 15 мая 2014 года, в день памяти святых страстотерпцев и мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Этим святым посвящен ближайший к ее домику храм, там ее и отпевали. За несколько часов перед окончиной, рано утром, Матушка в полной памяти приобщилась к святых христовых тайн. Ныне, пишет автор-составитель, схемонахиня Феодосия упокоилась столь близко ей горней стране, и у престола Творца молится о всех нас, оставшихся на земле и уже усупших. Верю, что в ее лице русский народ, да и весь мир, получил новую заступницу и усердную молитвенницу перед лицом Божиим, подобную блаженным Ксении Петербургской и Матроне Московской. Как отмечает епископ Феодорит, души людей по природе стремятся к божественному свету, к святости. А что такое святость? Если кратко, то это единство человека с Духом Господним. Все, кто общались с Матушкой Феодосией, чувствовали Дух Господень, который проявлялся прежде всего в Матушкиной Любви. На Матушке воистину исполнились слова преподобного Кассиана Римлянина, который говорит, что верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, а в совершенстве Любви. Не сомневаясь, говорит владыка Феодорит, что выход этого издания поможет собрать еще больше рассказов об опыте общения с Матушкой и ее благодатной помощи. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я на этом с вами прощаюсь и желаю, как всегда, интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова